Всем большой привет! Я рада видеть вас на своем канале, и в этом видео у нас популярный дизайн из Instagram, и это стемпинг без пластины, или стемпинг с эффектом пленок. Думаю, вам этот дизайн не раз попадался в ленте, я несколько раз пробовала делать этот дизайн, но то я выбирала неудачные цвета, то все мои лаки превращались в кашу, а не в такие красивые переходы. Все, что нужно для этого дизайна, это обратная сторона пластины для стемпинга, если что, то можно заменить это обычной палитрой для гирлака, или заменить упаковкой от слайдера. Нам нужна любая ровная поверхность, штамп и скраппер, я использую старую карту. И, конечно же, лаки. В чем была моя ошибка, и почему этот дизайн не получился? Первое, это то, что я выбрала, ну, совсем не плотные лаки, которые, к тому же, еще быстро сохнут. Это все обычные лаки для ногтей, среди них есть и хорошие, и есть не очень, поэтому лучше всего для этого дизайна выбирать лаки именно для стемпинга, потому что они более пигментированные и не высыхают за секунду. Основные цвета у меня будут лаки для стемпинга, белый и черный. Это плотные цвета, и добавлять я в них уже могу любой обычный лак. И вторая ошибка, это сильно нажимать на скраппер, как я привыкла снимать лак с пластины для стемпинга. Также я попробовала и здесь, но тут это не работает. Если так делать, то весь рисунок и вся текстура соберется именно на скраппере, а на палитре будет слишком мало материала, который быстро высохнет. Поэтому все, что нужно, чтобы этот дизайн у вас получился, это плотный хороший лак и минимум нажима на скраппер. Все делаем легким движением руки почти по воздуху. Наставляю цвета хаотично на палитру, ставлю рядом разные оттенки, чтобы они потом красиво перемешались. И тот цвет, который мы хотим видеть основным в дизайне, то наставляем его больше. У меня основной это голубой. И к нему я добавляю белый цвет и совсем немного черного, потому что черный цвет самый яркий и даже маленькой капли достаточно, чтобы он был заметным. И теперь скраппером без нажима я провожу по цветам. И перед тем, как забрать рисунок штампом, я ожидаю несколько секунд, даю лаку немного подсохнуть. Забираем рисунок и переносим на ноготок. Перекрываем потом так же, как и любой стемпинг. Мы даем высохнуть. Кто-то перекрывает сначала базой, потом топом. Кто-то сразу перекрывает топом. Думаю, тут проблем ни у кого не возник. Рисунок, если что, мы можем контролировать с помощью нанесения цветов. Если хаотично наставлять лаки, как в этом дизайне, то рисунок каждый раз будет получаться разным. Но мне больше нравится, когда рисунок на всех ногтях плюс-минус получается похожий. То есть, как бы просматривается одна и та же техника. Дальше я покажу еще пару схем. Здесь мне захотелось сделать вертикальный красивый переход. Если что, то это будет вторая схема. Как видите, здесь я лаки наношу совсем не так, как в первом дизайне. Мне тут хотелось, чтобы золотой плавно переходил в белый, но здесь я забыла, что у лаков разное время сушки. Лаки для стемпинга просыхают чуть дольше, чем золотой, а золотой прям максимально быстро сохнет. Поэтому имейте это в виду. Лучше работать лаками одной фирмы, чтобы не было такого, что один лак забирается на штамп, а другой остается на палитре. Ну а если хочется все равно использовать вот такой быстро сохнущий лак, как у меня, то тогда долго не ждите, а забирайте на штамп сразу. Субтитры сделал DimaTorzok Именно такой способ нанесения цветов мне нравится больше всего, потому что рисунок отпечатывается на весь ноготь без просветов, который нужно допустим допечатывать сверху. И это правда напоминает пленки. И добавлю еще немного дизайна по этой же схеме. Просто наносим цвета рядом и смешиваем с крапером. Мне нравится даже простое сочетание двух цветов. Белый красиво переходит в черный. Субтитры сделал DimaTorzok Еще один способ, если совсем нужна не четкая текстура, а, скажем, небольшой дымок, то можно использовать вместо двух цветов, один яркий, как у меня черный, и просто прозрачный топ. Тогда цвет плавно будет переходить в топ. Все топы и закрепители для обычных лаков быстро сохнут, поэтому и работаем мы очень быстро. Возможно, как самостоятельный дизайн такая печать выглядит не очень, но вот как фон под фольгу, слайдер или другой декор, я считаю, будет круто. Третья схема, и давайте назовем ее вертикальная. Вертикальная, потому что сейчас цвета мы будем наносить рядом и вертикально, а скрапером снимать мы будем горизонтально. Цвета таким способом смешиваются совершенно по-другому, в отличие от дизайнов до этого. Надеюсь, все сейчас понимают, что я хочу донести, и я вас еще не запутала своими схемами. Если что, то просто выбирайте понравившийся дизайн и внимательно смотрите, как наносятся лаки и в какую сторону я веду скрапер. Продолжение следует... Четвертая схема Похоже чем-то на водный маникюр, если тут кто-то его еще помнит. Мы в воду капали обычные лаки, и они прикольно друг в друге растворялись. Вот тут мы тоже наносим первый цвет и в центр ставим другой. И в центр второго цвета мы уже ставим третий. Можно пробовать делать и двумя цветами, но я хочу добавить блестящий лак. Со схемами на сегодня, пожалуй, хватит. Осталось рассказать только еще о двух способах. Мы можем выполнить этот дизайн и без скрапера. Просто наносим цвета на палитру и смешиваем их уже штампом. Но тут два правила. Старайтесь не наносить лак толстым слоем, наносите его тонким. А если уже нанесли много лака, то дайте время ему высохнуть на штампе. Штампом я не просто забираю лак, а где-то еще чуть прокатываю его, прокручиваю, не отрывая от палитры. Хорошо выполнять этот дизайн именно прозрачным штампом, потому что хорошо видно, как перемешиваются цвета. Продолжение следует... И еще для совсем ленивых, здесь не нужно ни скрапера, ни палитры. Я просто решила попробовать, а что, если просто нанести лаки на ноготь и смешать их штампом. Мне кажется, такой способ умеет вместо быть. Это просто и рисунок вроде бы получается неплохой. На себе мне захотелось синюю абстракцию с мелким декором. И это действительно, ну, самый быстрый дизайн. Продолжение следует... Продолжение следует... Такие дизайны у меня сегодня получились. Пишите, как вам такая идея стемпинга с эффектом пленок. Какой способ вам понравился больше всего. Ну, а я буду ждать ваши комментарии и ваши работы по этому мастер-классу. Для этого публикуйте фото в инстаграм с хэштегом KarinaKorn. Мне всегда очень интересно, что же у вас получается. Ну, а на сегодня у меня все. До скорого в новых видео. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры сделал DimaTorzok